Спасибо, господин председатель. Я также хочу от имени Германии поблагодарить Малайзию и членов совместной следственной группы за представление проекта резолюции, который мы рассматривали сегодня. Спасибо также Королевству Нидерландов за руководство расследованием трагедии рейса MH17. Мы глубоко сожалеем, что стремление Совета обеспечить правосудие и справедливость сегодня стало жертвой вета. Год тому назад была принята резолюция 2166. Тем самым Совет Безопасности призвал провести тщательное расследование уничтожения MH17. Совет потребовал, чтобы виновные понесли ответственность. В этой резолюции Совет Безопасности взял на себя ответственность за то, чтобы обеспечить, чтобы виновные в этом чудовищном преступлении предстали перед правосудием. Сегодня тому же Совету не удалось реализовать свою ответственность. Германия – одна из скорбящих стран. Мы сделаем все возможное для обеспечения того, чтобы правосудие восторжествовало, чтобы вина была наказана. Создание международного трибунала на основе резолюции Совета Безопасности было бы важным шагом вперед к достижению этой цели. Вот почему Германия присоединилась к соавторам этого проекта резолюции, но, к сожалению, этот совет не был принят сегодня советом. Господин председатель, сейчас, когда мы выступаем, по-прежнему сохраняется недопустимая ситуация, которая привела к уничтожению рейса MH17 и к гибели многих людей. Каждый день в Восточной Украине убивают, ранят людей. Они теряют свои дома из-за этого конфликта. Нужно положить этому конец. Мы призываем к немедленной и прочной деэскалации этого конфликта, чтобы предотвратить будущее трагедии. Призываем все стороны в полной мере соблюдать Минские соглашения. Все мы, но в первую очередь Украина и соседняя Россия, должны быть глубоко заинтересованы в стабилизации положения в Восточной Украине. Германия вместе с Францией, Украиной и Россией в нормандском формате и вместе с другими партнерами многое делает для того, чтобы положить конец этому конфликту, чтобы найти решение. Как мы все видели в ходе длительных переговоров по ядерным вопросам с Ираном, мы тесно сотрудничали с Российской Федерацией, с другими постоянными членами Совета безопасности. И мы видели, что решения возможны, когда все стороны подходят к стоящим перед ними вопросам на конструктивной основе. Господин председатель, сегодня Совет не оправдал ожиданий жертв, семей, друзей, 283 пассажиров и 15 членов экипажа погибших. Среди них было 4 гражданина Германии. Но это не значит, что восторжествовала безнаказанность для тех, кто совершил это преступление. Мы, скорбящие страны, при поддержке многих других стран будем продолжать делать все возможное, чтобы виновные понесли наказание. Мы надеемся и мы призываем всех членов Совета безопасности и все заинтересованные стороны сделать все, чтобы Совет нашел другой способ реализовать свою ответственность, обеспечить, чтобы виновные предстали перед правосудием. Это наш долг перед жертвами и перед их близкими. Спасибо, господин председатель. Я благодарю представителя Германии за это заявление, говорит председатель.